Друзья, всем привет! Ролик, который вы сейчас будете смотреть, снимался в июне 2021 года. Сейчас на момент монтажа у нас 28 сентября 2022 года. За последние полгода мир сильно изменился. Каждый день много новостей, и каждая хуже предыдущий. Я знаю, что некоторые из вас этот ролик будут смотреть где-нибудь в окопах, кто-то будет смотреть в других странах. И я никого из вас не осуждаю. Каждый из вас сделал свой выбор. И я надеюсь, что вы не жалеете о своем выборе, потому что если вы жалеете, то ваш выбор был неправильный. Я не хочу нагонять тоску, не хочу нагонять грусть. Я не знаю, что будет завтра. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Я желаю всем добра, мира и, надеюсь, до встречи. Приятного просмотра. Ну вот, начинается наше очередное путешествие. И по традиции оно начинается с поездки на такси в аэропорт. Вадим, улыбнись. Я тогда улыбаюсь. Знакомьтесь, мой старый друг Вадим. Куда потом поедем? В Тюмень. А после? Челябинск, Уфа. Ну, а там Саратов, наверное. Как бы на следу, да. Ну что, друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Скопинцев. И я вас приглашаю на это незабываемое путешествие. Ну, конечно, оно незабываемо для нас. Но я думаю, что вы тоже получите определенное количество удовольствия. Поэтому приятного просмотра. Это лимонад. У меня кончилось. Ты тупишь лед, да? Да. Убьешь его. Пью холодную водичку. Обожаю аэропорты. Ведь именно с них и начинается путешествие. Как бы это банально не звучало. Волнение перед полетом. Пусть он не первый. Но это всегда записывается на подкорку нашей памяти. Сухой Суперджет 195B. На самом деле отличный самолет. И был бы круто иметь такой у себя в гараже. Ребят, всем привет. Мы вот с Вадимом летим сейчас. Летим далеко. Можете в комментариях погадать, куда мы летим. Неправильный ответ 500 рублей. Вот на таком красавце летим. Красная ракета просто. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Ставьте лайки. Ну что, пути назад уже нет. Поднялись по трапу самолета. Кстати, мне больше нравится именно по трапу попадать в самолет, нежели чем через кишку. Ну что, пока Саратов. Мы скоро вернемся. Так что не скучай. Взлет на закате. Ну разве может быть что-то еще красивее? Правда, его видно только с одного борта. Достаточно очень интересная штука к восприятию, как разница часовых поясов. Вроде бы ты только что взлетел из города, где светло, и спустя вот реально мгновение ты уже там, где прям кромешная тьма. А всего лишь разница в один час. До свидания. Всего доброго. До свидания. Привет, Екатеринбург. Ранее больше известный, как город Свердловск. Ты доволен поездкой? Ну, 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 бомба. Лучше захватывает. Я не слышу, до сих пор ничего. Наш таксист оказался таким типичным уральским мужиком. И на вопрос, почему у вас так холодно, он ответил что-то на уральском. Это ура. Готовьтесь, сейчас я вам покажу номер. На фотографиях он был немножечко другой. Он на постель, ехать. Зато какой у нас высококомфортабельный шканарий один на двоих. Шайных, ехать, вы поставили. Ну, а тихо, со 75-м, стеной здесь, я бы сказал, да, там все здесь, потом такая тихо. Ну, вот я. Так, что ты еще нашел? Маленькая Ивана. Ну, в общем, полотенце весь. Полотенце, да. Все, это три звезды. Как там говорят, теснотида не в обиде, да? Приятного тебе аппетита. Лучше место влагалище, чем... Так, ну все, мы проснулись. О, парашют. Яблочки растут. Вот он, наш гранд-отель. Тут новый блогер, да. Так, сейчас мы пойдем завтракать. Вот там лес, Урал же. А я вам потом и Сурежу скажу про Урал, когда будем уже идти кое-куда. Вы же что, не знаете, для чего мы сюда приехали? Вадим, я еще не рассказал секрет, зачем мы сюда приехали. Нет, нет, нет. Правда. Ну да, посмотрите, как у нас нет. Это что у нас? Нет, ты посмотри, как у меня ферзел вы едете. Так, а что такое? Это Луи Виттон, короче. Ферма. Сдали номер, но можно и позавтракать. Что это? Маслицо. Синецо. Так, ну вот, мы вышли из отеля Уральский теремок. Мы направляемся сейчас в Варшаву. Короче, сняли мы такси, ребят, вчера ночью. Нам показалось, водитель какой-то немножко тормозной, как-то немножко тормозной говорит. Потом приехали в гостинку, девчонка такая тоже на ресепшене. Тоже немножко так, как-то медленно говорит, подтормаживает. Вадим, короче, спрашивает у нее. У вас этот, сегодня тяжелый день был? Да нет, нормальный день. А потом мы поняли, что это манера местная. Ну, вечером, вечером тормозят. Да, ну, короче, это, здесь говорят, немного медленнее на Урале, поэтому нам показалось, что, ну, тяжелый день, люди просто устали. А на самом деле, просто так привыкли все здесь. Екатеринбург славится своей конструктивистской архитектурой, а также считается российской столицей стрит-арта. Так, скоро вы узнаете, зачем мы идем. В ЕКБ приехали сходить в Ашан, типа наспорт, да? Наспорт так сделали. И сейчас мы идем. Сделали минералки домой. Да. В московской. А вам слабо, да, вот так наспорт куда-то поехать за минералки. Ворим на пятихатку, что не сможете. Здесь такой газончик у нас все заросло, но зато, знаете, запад просто как в деревне. Ребят, в общем, мы приехали в ЕКБ за тачкой. Видите, да, спереди какие логотипы? Очень дешевые ларбусы. Или приехали в Леруа Мерлен за ложками. Последний шанс убедать, в который мы салон идем. В этот или в тот, или в тот. Блин, мы ладу прошли. Придется что-то другое брать. Икеа. Скоро все узнаете. И вот она та самая причина, по которой мы здесь. Ну, в общем, вот она. Зачем мы сюда приехали? Это уже наша стоит. Икеа опять максималка. GT Line. Ну и тут вы зададите абсолютно закономерный вопрос. Почему мы поехали из Саратова в Екатеринбург за автомобилем? Ну, знаете, все намного проще, чем кажется. Просто в Екатеринбурге значительно дешевле Киа К5. Причем не на 5000 рублей, а буквально на несколько сот тысяч рублей. Но об этом чуть позже. Сейчас GT Line идут из панорамных крышечек. Одна из последних из панорамных крышечек. Серьезно? С настоящих, да. А комплектующих нет, представляете? На заводе в Европе, где делают панорамные крышечки. У нас на 350 рублей дороже она сама. Мы что и приехали. Согласен. В столицу. В Курме из Самары приезжали уже, из Питера даже. Корейские рублика. Не нужные. А это вот книжки нужные. То есть это руководство по эксплуатации, а это отдельно по мультимеди. Хотя мультимеди, естественно, на русском языке. Меда там тыха, все можно разобраться. Сейчас только открывается. А, самое главное. Да, сейчас. Ковришек нету? Нет, сейчас принесут только. А, будут? А, идет, идет. Ковер? Люк, да, панорамная крышка, да, крутая штука. Сейчас, давайте подожмем. Открываете шторку. Она тоже электрическая, соответственно, да. Это вот первое касание. Второе касание уже люк. Ну, то есть открывается. Навигация штатная, да. Вот. Включаете NAV. Да, CarPlay, Android Auto, этот, да. Четыре камеры обзора. Да, 360. То есть даже вид сверху. Да, классно все сделано. Она же лучше, чем Camry, да? Да. Давай, давай скажем. Это у нас в чем-то преимущество. Ну, у нас однозначно просто как бы... Да нет, Camry и шляпа. У вас здесь беспроводная зарядка, да? Если у вас телефон поддерживается... Если телефон не за 10 тысяч. В комплекте не идет новый телефон? Нет, пока не идет. Жаль. Вы включаете обогрев. Что, забыла? Только можно и выйду. Ладно. Об этом всю дорогу... Зарывай дверь, сейчас проверим, работает. Где звуки природы? Серега ждал. Все, звуки природы. Давайте. Живой лес. Поехали. Птички поют. Так все, конечно, удобно. Все автоматически. Бомба. У вас режим драйв, если вам нужно сразу совершить обгон, у вас вот минусовой, вы прямо 7, понижаете передачу, у вас вместо режима драйв будет прямо передача уже. Так как автомобиль очень сильно наворочен, напичкан всевозможной электроникой, то пришлось какое-то время еще и объяснять, что как включается, чтобы не возникло никаких вопросов по дороге домой. Был приятно удивлен, что данный агрегат, 2,5 литра, отлично себя ведет по трассе, отличный подхват снизу, да и в принципе ровная полка на всем моменте. Ну и как же без обязательных подарков от партнеров? Ну что, пойдем? Пойдем. И сейчас тут многие всплакнут, когда увидят этот ценник, а ведь и раньше это считалось дорого. Ну что, друзья, уже совсем скоро мы можем продолжить свой путь, ключи нам уже выдали, а это значит, тюмень, жди нас. Ну да, это жизнь. Да и там следи, чтобы лампочка горела. А где, кстати, нет, что вообще за выезд? Покажи лучше, где мы едем. Так из салона выехали, такие, а тут лужи, стройка. Не в этой лужи там кто-то чуть не утонул, не да? Вот официальный выезд. Официальный выезд, обалдеть. Хорошо, когда, да, сиденье вентилируется. Как вообще люди ездят без вентиляции сиденья? Я вообще, я вот так июня. Приятно, да, достаточно? Очень, очень приятно. В общем, мы сейчас выезжаем с Екатеринбурга в сторону Тюмени. У меня даже в каленке дует. Смотри, какой агрессив, матьев, атак. А справа кто? Давай, чтобы быстрее огурец. Уральский. У нас есть панорамная крыша, у нас есть зимние колеса. Дилер Kia в городе Екатеринбург предоставляет такие услуги. В Екатеринбурге Kia K5 стоит на 400 тысяч, да, дешевле? 400 тысяч, а 350 тысяч дешевле. Мы взяли Kia K5 с панорамой, это последний Kia K5 вообще в мире с панорамой, как нам сказали. В России. В России! А еще у нас нет номеров, можно, там, где пошли, сошли. Да, да, мы можем, да, прям боком сейчас просто в каждый поворот уходить на передней приводе. Смотрите, на человека похож теперь. Тольчика Панна, Луи Виттон и Kia K5. Чуть-чуть до БМ не хватило. Чуть-чуть до БМ не хватило. Да, вот здесь мы ночевали, там буквы типа отваливались, пытаются. Уральский теремок. Ты сказал, что мы спали на кровати вдвоем, спали? Ну, ладно, я на полу спал. Да ладно, не говори. Вадим храпит как Бармалей прям, вообще просто реально. Как дрель просто. Там еще мы, когда вот этот номер, в котором мы спали... Фонатор. Да, номер, в котором мы спали. Там вот кто-то за стенкой включает свет, выключает, слышно все, как будто бы прям вот рядом с тобой все это происходит. Я не завидую людям, но я сам уснуть не мог из-за него. Первое правило, если ночуешь с Вадимом, уснешь первым. Если первым не уснул, то все, капец. Но я слышал, как люди там сначала чуть шептались, а потом... А потом они телик включили, они поняли, что смысла нет. Не уснешь. Вообще ништяк просто. Сюда на самолете, а отсюда на тачке. Кайф. Официальный дилер нам оставил очень немного бензина, поэтому заправляемся до полного и вперед. Так, у нас, короче, бензобак, как на BMW. Типа, чтобы его открывать, нужно нажать на лючок. Но перед этим нужно снять центрального замка машины. Я расскажу, как я покупал BMW в Армении. Приезжаем на первую заправку в Армении. Я ищу кнопку, как открыть бензобак. Ну, в японках всегда же есть и в других машинах кнопка, а ее и этой кнопки нет. Я раз сюда подхожу, начинаю дергать, короче, не получается. Что делать? Я там это запрашиваю. Говорю, слушай, как это... Начал говорить отвертки. Я говорю, как открыть? Он раз, короче, пальцем бух, нажал, она открылась. Все, я дальше как бы запомнил. Приезжаю в Саратов. Зимой ездил в основном на Мазде. Забыл, что вот так вся эта тема работает. Еду на мойку в мороз, машину помыл. Там бензин остался что-то на 2 километра. Доезжаем, короче, и я открыть не могу. Бак опять. Ну, я помню, что надо нажать на эту, на крышку. Нажимаю, она не открывается. Понял? Нажимаю, нажимаю, не открывается. Я начинаю уже пальцами там вытаскивать. Все, не получается. Показалось, что, ну, может, замерз, типа, понял после этого. Я подхожу на заправку, говорю, есть у вас кипяток? Нет у нас кипятка там. У нас уже ноль показанных километров. Едем на ТНК. ТНК, подъезжая, беру там вот этот стаканчик из-под кулера, набираю кипяток и стою на заправке, лью, как дурак, этот, в люк. И вспоминаю, что надо еще центральный замок открыть. Посмотрите вокруг, ведь действительно же очень красиво. И, в принципе, все очень ухоженно и чистенько. Ну, плюс, тачка у нас быстрая. У Вадима сдают нервы, и он больше не может сопротивляться. Пошла ты нахуй обкатка, е***. Так тогда без номеров. Да, а что, ел? Детям нельзя будет смотреть. Конечно, это видео будет смотреть моя мама, поэтому я запикиваю. Ну и дети, они же будут смотреть. Где ты-то, папа, был? У нас очень православная страна, да? Америка же не такая православная, как наша. А они же что-то там баптисты какие-то, негры. Не, они эти, католики, мегатарицы. Маленький китай. А вот что-то памятник какой-то небольшой. Да, кстати, когда мы получали автомобиль, он был просто весь заклеен во всевозможной пленочке, как старый пульт от телевизора, как любят бабушки. Надо встретиться с Вадимом и узнать, все ли он снял их. Какая красота ты какая, а! Да, леса тут могучие, сосны корабельные просто. Мы пока не видели уральские горы, но зато видим уральские леса. Потом мы после Челябы через хребет поедем, все посмотрим. Там снег еще, да, у нас как раз зимняя резина. Переобуемся. Продолжайте движение по этой дороге прямо. Драгил! Нижний. Так, Тюмень, 360. Мы, короче, едем сейчас в Тюмень, к моему другу в гости на авторазборку BMW. Ну, тут рядом, 360 километров всего. Ну, короче, дороги, кайф, кайф, Екатеринбург просто офигенные дороги, ребята. Забегая вперед, могу сказать, что саратовские дороги, как и дороги в Саратовской области, сейчас ничем не хуже тех же самых тюменских дорог. Родина, мы идем к нему в гости, Березовский. Обычно бабушки пользуются кнопочными телефонами. Покажи бабушке свои помидоры. Чего, блядь? Привет, друзья! Друзья, привет! Это наш новый трек. Едем кушать супчик. Прикольная кафешечка сейчас, супчиков то, чем будем на коне поедем, этот Тюмень. Приятный птиц. Спасибо. Это у нас такой хлеб мощный. Очень вкусно и плотно пообедов мы продолжили свой путь дальше. Нас встречали разные деревушки, поселки и районного значения, но мы больше нигде не останавливались, а только наблюдали из-за кон своего автомобиля. Я прям чувствую себя спортсменом. Ребят, всем привет! Мы где-то в районе Тугулы. Мы едем в Тюмень. Вадим, как тебе машина? Классная. Классная. Смотрите, какое небо там. В общем, дороги в Тюмени, ну, до Тюмени отличные. Лес, лес вокруг. Вообще, в принципе, местность похожа очень на Саратовскую область. В некоторых местах. Ну, пальм нет, по крайней мере. Точно. Пальм нет, да. Ну, короче, с Урала плавно переместились на юг Западной Сибири. Географию знает по самому. Да. Да, кстати, Тюмень, ведь это юг Западной Сибири, а климат очень напоминает Саратовский. А ведь это все-таки Сибирь. Ну, вот мы заехали в Тюмень. Блин, здесь тоже просто превосходные дороги, но прям капец. Вон, смотри, бомжиха. В принципе, это все одинаково, только асфальт здесь. Поверните направо, а затем налево. Магнит черный, он у них, а не красный. Вау. Что, может, это Тимоти открыл, а? Вы достигли пункта назначения вашей поездки. Так, вот, короче, мой друган Тюменский ждет меня уже там на своей Е60. Пойду здороваться. Прячешься? Здорово. Здорово. Все как, да? Отлично. Да? Супер. Покой-то на тебя на живого посмотрю, а? Спасибо. 2 500, Брахан, у тебя я. Да, ты уже озвучил. Но мне не жалко за нее 2 500. Я все равно не отдал. Я знаю, что не отдал. Немного про Андрюса. Андрюс большой любитель BMW в кузове Е60. Также у него есть своя разборка. У него очень заряженная тачка. Смотрите на его канале. Дороги и окрестности у нас прям очень похожи. Как Саратовская область и Тюменский район. Ты имеешь в виду, что так это? Ну, посмотришь, да, по сторонам. Да, да, да. Только дороги намного лучше здесь. Намного. У нас таких дорог нет. Тут реально можно гонять. У нас поехали где-то. Ездишь, нету вот этих, знаешь, машинок, которые у тебя бывают, что кочка и машина такая, раз, к чья-то. И тебе вот, на твою полосу. Ты спокойно по полосе едешь. И люки вот так вот, что это. Потом, совсем немного нарушив тишину, мы поехали смотреть прекрасный город Тюмень. Это дом, филармония. Тюменская область является единственным регионом России, протирающимся вместе с автономными округами от морей севера Ледовитого океана на севере и до государственной границы на юге. Площадь с областями и автономными округами аж 1 миллион 464 тысячи 173 квадратных километра. Вот оно, знаменитое место. Здравствуйте. Можно зайти? Ненадолго. Кусаться не будешь, байк? Нет. Только, если понюхать. Междуножное пространство в основном. Пошли, я тебе дам, Ханч. Пойдем. Слушай, он намного больше. Это он еще похудел из-за жары? Привет, говорит. Нет, он, короче, уже... Я понял. В спокойствии. Ух, здесь жарко как-то. А ты что за шел-то? А ты что это? Как дома. Сейчас дам. Песняшка. Нельзя, 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 нельзя. Какой послушай. Нельзя, говорю. Нельзя, байк. Можно? На, можно. Обалдеть. Вот она, колоночка, да? Пацаны это подарили на день рождения. Ну, вот и все. Здравствуйте. Наверное, это мой рай. Да? Вот пумпочка. На турбинку похоже. Да. А вот турбинки с 54-го мотора. Понимаете, битурботы? Да. Этот фильтр, карбоновый, который... А вот они, стойки с ЕДЦ. Видишь, у них проводка идет. Угу. Тут еще написано, типа, Бельштайн. Технологи Нюрбург Ринг Нортшлэффет. Ох, е-мое. Угу. Значит, тестировались там, типа, в Нюрбург. Может, наверное. С по рекомендациям. Так что... Рубочки. Все есть. А этот пультик, да, из какого-то из видео у тебя было? Это, да, это вот от этой. В Каразере. В Каразере. Ну, это же пионер, типа. Да, да, да. Вот он. Я не знаю, что это за херри, вот от него еще блок. Всякой хрени осталось. Все, что самое вкусненькое, интересное, уже, пацаны, все расходят. Это, получается, рулевые колонки у тебя? Ага. Электрические. У меня тоже электрическая стоит. Это херен. А я думал, она везде стоит. Ну, я... Да, ты себе стоял. Серьезно? Да, я здесь представил. Я не буду. Не, я знаю. Я же видео монтирую твои. А, это ты все-таки? Да, представляешь. Вот дурак, а какой я. Вот что, я забыл, да. Полуосемь. Да, это в основном свои восемь остались. А? Склон. Да, склоны. Да, это я себе оставил, раз мое одно разбитое. Но это не оригинал? Оригинал. А не полтинник, да, стоит? Кто гора там? И по 70, я смотрю. Но это за два или за одно? За два. Капец. Я просто тоже видел. Капец, дороже, чем на F-ку какую-нибудь. Вы что, совсем шо? Блин, ну прикольненький, конечно. Все, иди на место. Ну, просторненько прям у тебя здесь. Чистенько. Ты тут моешь прям, да, получается? Нет. Тут у болотистая местность. Чуть вода поднимается. Не, а вот это просто подметаешь, вот это? Да. Оно прям, даже не скользят ноги. А тормоза ты прокачивал какой-то фигней, да? Да, это я укуришь уберу. Вот так вот, ребят, бывает интересно. Купил себе тачку, нашел себе новых друзей. Андрюс мой заочный друг. Да, кстати, Андрюс уже переехал. Можете перейти в его группу и посмотреть, где он сейчас дислоцируется. Ну, а мы сжечь резину. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если очень коротко по спеку, то у Андрюса сейчас установлен N62B44, то есть это 4.4 объем на 333 лошадиных силы в базе. Ну, естественно, немножечко у него больше будет у него стоит кастомный выхлоп. Самый блокирующийся дифференциал от BMW M5 в кузове E60. Тормоза в круг M5 на тот момент, сейчас уже другие. Но и много еще чего у него установлено, в том числе оригинальный руль от M5. Так, вот я сижу в бандитке. Блин, тачка просто огонь. Блин, ну вот эти сиденья, конечно, они, блин, ну нельзя с чем-то сравнивать. Еще тебя так обнимает, так приятно. Дверь закрываешь, они обнимают. Пропитый такой алкаш. Кто-то попадет к нам. Да, не хотелось бы, ладно. А это у нас уха, красная, белая рыба. А вот, ввали, попробуем. Если что, ну-ка, вот как она пахнет копченость. Блин, обалдеть просто. И растягайчик с лучком. Все прям, прям русская кухня. Так, вот мне Андрюсов посоветовал такой напиток. Он говорит, что он безалкогольный, да? Кола со льдом. Просто кола со льдом, с виски, с ромом и такие вот. И вот шутни, я думаю, попробую. Это типа Long Island, да? Заезжий на Киор в Старбюр. Да, интересный, да. Ну вот такая неприперная, ничего. Я снимаю, я снимаю. Ты куда пошел? Тюменский мост влюбленных. Вантовый пешеходный мост через реку. Строительство данного моста началось в июне 1985 года. И 26 июля 1987 году, через пять лет после обрушения на этом самом месте старого деревянного моста, новый Вантовый мост был открыт. Тюмень одинаково красива и ночью, и днем. Спасибо за гостеприимство, но нам пора домой. Так, ну все, мы со второй гостинцей выезжаем, это отель Айкляр. Забыл, забыл снимать номер, но тут нормальные номера. Хорошая гостиница, с такой большой парковкой. Всем привет, 29 июня. Мы выезжаем из Тюмени в Саратов. Поедем сначала в Уфу, потом какой у нас план? В Тольятти, ночевка. Да, Уфа, потом Тольятти, ночевка. Так что будем снимать, показывать, что тут у нас будет в окрестности. Нам еще надо купить каких-нибудь сувениров, заправки, ну или где-нибудь будет открытый магазин. Короче, Тюмень очень чистый город, офигеть просто, дороги идеальные. Даже вообще в отсталах каких-то, там, я не знаю, в частном секторе, где у нас это все разбито, тут прям идеально. Вон, не пылинки, вон, вдоль домов просто. Вот, частный сектор, грубо говоря, да? Да, дорога, вон, как зеркало. Чисто, чисто, офигенно. Все, в Тюмень выезжаем? До свидания, Тюмен! Тюмен! Обратно наш путь лежал через Челябинск, Уфу, Тольятти, а потом уже и Саратов. Пригород Тюмени. Такой неплохой пригород. Там не море по колене и не что-то там по плечам. Коров не выкурит. Смотрите на карту. Чего смотреть на карту-то? Я еду купаться. Зеркало такое большое у вода, да? Угу. У озера. Это озеро? Ну да. Притоков нет никаких. Смотри, эта вода сюда приходит, получается. Угу. Класс, небольшое такое. Здравствуйте. Здравствуйте. Озеро Паратрика. Озеро Паратрика. Пожалуйста, только мы тут сами ходим, вон туда купаем. Камыш. А, камыш? Это камыш, вот видите. Я уже так. Теренковское озеро. Оно у вас по весне выходит из берегов или как? Да, знаете, нынче снегу мало было. Оно метро, наверное, метро три нынче ушло у нас. Даже водоемное это озеро-то, считайте, что питьевое еще. Рычи бьют здесь. Вот оно. А так-то до берегов было так-то вода. Рыбы полно, наверное, да? Ну, знаете, как сказать. Ротана вот. Был ротан в прошлом году. Словили. Сейчас, а? Всех сожрал, говорю, да? Нет, его сейчас уж не видим мы. А потом 40 журнал. Окунь хороший есть. Окунь такой хороший, по полкило, по 800 грамм есть окунь. Хороший. Чебак есть, клещ есть, это, так-то есть. А у нас чебак нет, да? Рыбы-то было много, но сгубили. Один год майну не сделали, чтобы воздух-то был. Вот все. Много рыбы купили. Это рыба хорошая. Мы вот ходим, ходим. Спасибо. Пожалуйста. Счастливо. Я думала, врачи приехали. Курганская область, дорога прям как Саратовская. Тут, знаете, такой бедноватый какой-то край Курганская область. Да, плохой асфальт, остановки какие-то стрёмные уже. Прям вот, ну, Дергачевский район, прям Саратовской области. Заброшенные, как называется, коровники. Кошары, это называется, да, заброшенные. Ух ты, ё-моё. Короче, дорога прям плохая здесь. Да, едем всего лишь в 120. Новая технология, ребят. Как прагнер сыпать щепень по дороге. Штукатуре. Беретит заметно. Курганская область, суровая. Конечно, всем людям свойственно сравнивать. Я сравниваю с тем местом, где я живу. Город Саратов, Саратовская область. Курган мне очень напомнил Саратовскую область примерно 5-7 лет назад. Город Российской Федерации, административный центр Челябинской области. Седьмой по количеству жителей, 16-й по занимаемой площади городской округ. Начальный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали на западе. Второй по величине культурно-экономический, деловой и политический центр Уральского федерального округа. Ты чё, царская постройка? Нет, смотри слева, какая постройка? Красная. Нет, это советская. А вот справа от этой башни. Это вообще современная. Ну вот, а между ними затесалось такое старое здание. А, ты вон про чё. Я думал, как её построили. Девятиэтажки при царе не строили. Кронверк. Да, хоня, да. Кронверк сияется на конце, понял. Да, в Челябинске мы были совсем недолго. Перекусили и поехали дальше. Очень хотелось домой. Так, всем привет. Вадим вам тоже машет рукой. Мы остановились. Где мы вообще? Ну, короче, мы где-то по пути домой. После Челябинска остановились вот на лес посмотреть. О, носки, смотрите. Носки. Кто-то свои носки потерял. Жарко в Челябинске. 35-37 градусов. Даже на трассе заехали в какой-то лес. Красивый, прикольный лес. Надеюсь, животных нету здесь. Ну, таких злых. Медведей, там, ёжиков. Перёжки. Воздух свежий. Просто супер. Уральские горы. Песчаный карьер. Вон там два человека ходят. Мальчик, я мойку не заказывал. Дяденька, дай 50 рублей. Носоль? Готовит экран для съёмки. Это торопится на парад гей-клуба. Друзья, кажется, мы стали забывать, что такое водительская солидарность. Красиво. Скалы. Вау, с другой стороны, это как? Вообще капец. Лес, как из сказок, понял? Где можно получить? От медведей. Златоуст. Один из самых высокогорных городов Урала. Жилые кварталы которого расположены на высоте 400-600 метров от уровня моря. К востоку от города проходят границы частей света Европы и Азии. Златоуст имеет богатую историю, входит в перечень исторических городов России. Население составляет 161 774 человека, по данным на 2021 год. Башкартостан. Интересные светофоры в Башкартостане. Горит еще сам стол. Не за нами, погоня. Не за нами. Уфа. Город-миллионник в России. Столица республики Башкартостан. Административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения. Образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа. Центр уфимской агломерации. Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных городов Российской Федерации. Расположен на Уфинском полуострове, водоразделе рек Белый и Уфы. Здесь мы решили заночевать, но позже передумали и двинулись домой. Здравствуй. Первая ночь на колесах. К этому времени мы уже достаточно устали, поэтому нужно немного поспать. Всем доброе утро. Мы 400 километров от Саратова. Два часа спали. В общем, нормально себя чувствуем. Сейчас поедем домой. Отстановились. Немножечко подышать воздухом. Посмотреть, что тут есть. Что интересного. Достопримечательности. Деревья, птицы, столбы. О, смотрите. Я на фоне столба. Да, немного помятые, но счастливые, ведь скоро мы будем дома. Через 500 метров держитесь правой стороны на М5 в направлении Гульяновск-Димитровград-Самара. Мы подъезжаем к городу Тольятти. Напишите в комментариях, кто из вас был в курсе, что до 1964 года данный город назывался Ставрополь. Что от греческого дословно звучит как город креста. В Тольятти справа полоса испытаний Жигулей. Вот мы едем слева, мы можем протестировать свои машины. Вот здесь немножко слева полоса испытаний Жигулей. Все технологично, Тольятти. Жигули вон спереди. Брак везут обратно. Вот, вот, вот какие вот в Тольятти испытания. Если из Тольятти Жигули выезжают, то они по всей России проявят. Правильно же говорю? Тольятти – крупный центр автомобильной и химической промышленности, а также железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Тут, кстати, виды интересные у них. Ну, правда, вот эти какие-то совковые названия, совковые какие-то эти стелы. Ух, нихрена, какие деревья там, прям такие, как Мишки Гами. Какие-то мосты, вот, ну, прям, я не знаю, совок, да? И все равно красиво, вот, вдруг. Дмитрий Федорович Аясков увековечился. Все, въезжаем в Саратов. Ко нашему удивлению, дороги здесь сейчас прям, прям, норм, норм. Обычно заезжаешь, очень плохая дорога. А сейчас прям норм. Так, вот мы в Саратове, ребят. Вадим моет машину от насекомых, от бабочек и так далее, всякой нечисти. В общем, мы спали всего два часа. Я последние 300 километров Вадима заменяю. То есть, последние 300 километров проехал я. Ну, в целом, все четко. Машина огонь. Киа К5, офигенная тачка, ребят. Я, честно сказать, не ожидал. Мультимедийный какой-то аппарат. Реально прикольный, крутой. Едет отлично, быстро, 2,5 литра. Управляется офигенно. Подвеска работает классно. Панорама, зимняя резина. Блин, короче, я, честно скажу, не ожидал. Если раньше говорили, японцы делают вещи, я могу сказать, корейцы делают вещи. Корейцы. А Тойота шляпа. Как ты себя чувствуешь? Классно. Мы проехали. 2151 километр, 300 метров. Так вот съездили, потусовались. За этим присест просто. Да, на Урал. Урал и север. Юг-западная Сибирь. Юг-западная Сибирь. Мы немного потрепанные, но мы вот прямо в пяти минутах от дома уже, что все четко. Правильно же говорю? Да, иногда. Отлично. Нету ничего лучше, чем дорога домой. То есть, мы выехали, получается, во вторник. С утра. Ну, 8 часов, да? Мы уже сутки с лишним в пути. Все-таки с лишним с перерывом, часа на два. Два часа спали, да. Ну, в общем, все четко, все доехали, круто. Да, вот Тюмень, Челяба, дороги офигенные. Ну, так, в общем, все. Пока, всем пока. Покасики. Покасики. Ну что, вот мы и дома. Саратовская область встретила нас родным степным запахом. Это было безумно крутое и увлекательное путешествие. Я бы хотел это повторить когда-нибудь еще раз. Я выражаю огромную благодарность всем тем людям, которых мы встретили на своем пути. Большое спасибо персоналу гостиниц, где мы снимали номера. Большое спасибо моему другу Андрюсу за прекрасный вечер. Большое спасибо моему другу Вадиму, который пригласил меня в это путешествие. И большое спасибо всем вам, кто посмотрел этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok